Наконец-то, друзья, я получил портативную зарядную станцию L-Way Energy Box E05. Это зарядная станция, которая может выдавать напряжение как от сети 220, так и в прикуриватель автомобиля. Вот такая у нее коробка. Здесь написано, что есть защита от перегрева, защита от короткого замыкания. Защита поддерживает солнечные батареи, то есть они докупаются отдельно, подключаются сюда, и она может в течение солнечного дня заряжаться. Высокая отдача по сети 220 и поддерживает 4 порта USB. А вот для чего она мне, как жителю, живущему в частном доме, я подскажу чуть позже. Внутри коробочки у нас находится автомобильное зарядное устройство. Зарядное устройство для сети 220 на 60 Вт. Вот характеристики более подробно, можете посмотреть, если будет такая необходимость. Рекламный буклет, из которых видно, что дополнительно можно приобрести у нас солнечную панель. Чехол для аккумулятора. Кстати, у меня он тоже есть, сейчас его покажу. И зарядка для прикуривателя, но в комплекте она есть. Термосумка выглядит таким образом. Есть у нее прорезиненные ножки, она достаточно плотная. Единственное, что ее отличает от классической термосумки, это отсутствие блестяшки внутри. Далее инструкция для аккумулятора, она небольшая, но здесь характеристики, с которыми лучше ознакомиться. 4 USB входа, 5 Вольт, 3 Ампера. Постоянно допустимая нагрузка 500 Вт. В пике до 650 Вт. Емкость 296 Вт-часов. Есть встроенная розетка прикуривателя. Время зарядки самой станции 7-8 часов. Способы зарядки от адаптера. Автомобильное зарядное устройство 12 Вольт. И от портативных солнечных панелей. Вход постоянного тока. Ну, здесь все понятно. Максимальная 70 Ватт. Тип аккумулятора литий-ионный, поэтому все ограничения подобных аккумуляторов связаны с эксплуатациями литий-ионных аккумуляторов. Это прежде всего температурный режим. Есть цифровой дисплей, есть защита от перегрузок, есть защита от перегрева, светодиодный фонарь, прорезиненные ножки. Так, рабочая температура от минус 10 до плюс 40 градусов. Нужно понимать, что рабочая температура напрямую связана с литий-ионными аккумуляторами. Поэтому сумочка здесь, если вы планируете эксплуатировать в низких температурах, чтобы аккумулятор сам себя подогревал, сумочка здесь как бы желательно. Температура хранения выше нуля. Опять же, связана с этими аккумуляторами. Указаны размеры и гарантия 1 год. Саму инструкцию я полностью прочитал. И выделил желтым некоторые моменты. Примеры устройств, которые можно подключать, это осветительная лампа, автохолодильник, вентилятор, телевизор, мультиварка, отпугиватель насекомых, походные электрочайники, небольшой насос, телефон, ноутбук, планшет или одеяло с подогревом. Ну, конечно, перечень неполный. Можно подключить гораздо больше устройств. Также важным отмечено, что аккумулятор при разрядке не подает никаких сигналов. Но, к сожалению, пищалку почему-то сюда не вставили, хотя было бы неплохо не только бегать, смотреть за дисплеем, но и услышать, что аккумулятор разряжается. Или, допустим, перегрузка какая-то, тоже он сдавал, допустим, повторные, двойные, тройные сигналы. Также указано, что АКБ нагревать нельзя. Ограничения связаны, опять же, с литий-ионными аккумуляторами. То, что их нельзя хранить в жилых помещениях. При повреждении они пожароопасны. Не зря, допустим, на самолетах не разрешают пауэрбанки больше 10 или 20 тысяч миллиампер-часов провозить в багаже. Только в ручной кладе и небольшой емкости. Опять по той же причине. Сам аккумулятор достаточно компактный. Можете сравнить с моими ладонями. Основные функции у него выведены на передней панели. Здесь кнопка включения. Зарядка показывает полное, но пришел он зарядкой 70%. Потому что обычно так ронят литий-ионовые аккумуляторы. Где-то зарядка около 70%. Целых 4 USB порта, выдающие 3 А. Переключение между типом зарядки. Это заряд через сеть 220, либо 12 В автомобильные. Также есть подсветка. Нажимается однократно. Может мигать. Так мигать и выключаться. И также подключение солнечных панелей. Для солнечных панелей здесь отдельное гнездо. Оно точно такое же, как для зарядки от 220. На задней панели у нас два гнезда. Одно для прикуривателя. И второе гнездо для 220. Но, к сожалению, почему-то оно без хлястика просто снимается. Лучше бы сделали вот так. Иначе может просто потеряться. Сейчас проведем небольшие испытания. И также я озвучу тот момент, для чего он просто необходим в частном доме. Первый момент. Я раньше гонялся за автомобильными насосами, которые в себе содержат аккумулятор. Потому что иначе от автомобиля не отойдешь. 12 В больше особо-то нигде и не возьмешь. Теперь такой необходимости нет. Потому что всегда есть зарядная станция. Вот автомобильный насос. Подключаем. Ну и все штатно работает. Также для меня очень теперь удобно подкачивать расширительные баки в котельный. Бак на воду, на горячую, на холодную. Где автомобиль, конечно, отсутствует. Вообще в полевых условиях можно заряжать аккумуляторы от электроинструмента. Сейчас есть и перфораторы на аккумуляторах. И болгарки, и шуруповерты. И не обязательно теперь иметь 220 электричества или переживать, что не хватит одного-двух аккумуляторов. Очень важно не превышать максимально допустимую нагрузку на аккумулятор. Потому что, конечно, должна сработать тепловая защита. Защита от перегрузок. Но, тем не менее, производители рекомендуют все-таки эту нагрузку не превышать. Давайте проведем испытание с помощью электроплитки. Выдает она 2000 Вт. Как результат, плитку он не потянул, потому что плитка включается сразу на максимальную мощность и срабатывает защита. Ну что ж, проведем еще один экстремальный эксперимент. Вот у меня есть электролобзик, который заявлен на 750 Вт. Интересно, потянет ли его станция. 700 Вт все-таки это очень много, больше заявленных характеристик. Поэтому возьмем какой-нибудь инструмент меньшей мощности. Но также стоит учитывать, что двигатель при запуске может запрашивать токи больше номинала. Поэкспериментируем со шлифовальной машинкой. Выдает она до 300 Вт. Здесь есть регулировка скорости. Начнем с первой. Вправился он без проблем. Максимальный у нас выдавал 250 Вт. Текущее время 13 часов 5 минут. Подключим сейчас автомобильный компрессорный холодильник. Поставим температуру минус 10 градусов. В общем, бегал я тут до самого вечера. Ждал, когда высадится аккумулятор. Но холодильник работал, работал, работал. То есть где-то с часу дня до 11 вечера аккумулятора хватило. Там оставалось одно деление. Максимальное потребление было 250 Вт, когда включался компрессор. Поэтому вы рассчитываете, что холодильник, компрессорный целый день у вас на этом аккумуляторе продержится. Я нахожусь в котельной. Подключил к нему котел на случай перебоя с электричеством. Как видно, котел работает. Работает без проблем. И я теперь не боюсь, что дом зимой при отключении электричества будет разморожен. Конечно, вы можете сказать, что для этих целей у вас есть генератор. Но генератор выдает 2-3 кВт и достаточно так нормально подъедает бензин. Можно подключить в случае разряда этого аккумулятора его к розетке. Он будет во время работы генератора заряжаться. После выключения генератора вы также можете зарядить свои гаджеты. И котел продолжит работать. Также советую обзавестись проводом, на котором 2 вилки на разных концах. Если опять пропадает электричество, вы выключаете в одной рубильник, чтобы не было перекоса фаз. Подключаете аккумулятор к любой из розеток. И можете пользоваться розетками. Так что я считаю, что вещь однозначно полезная. И во многих случаях просто незаменимая. А на сегодня я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.